Привет, меня зовут Вадим, и сегодня я выбрал самую неконфликтную простую тему табы или пробелы. И нет, подождите, не бегите в комментарии и не пытайтесь доказать мне, что одно лучше, другое хуже, вам нравится 2, 4 или 8. Нет, мы сегодня будем о другом говорить. Мы сегодня поговорим о том, что такое отступы в коде, чем табы отличаются от пробелов, зачем придумали табы, и, на мой взгляд, почему мы не туда немножко повернули, и есть ли у нас шанс повернуть обратно. В общем, давайте сегодня разбираться. Если очень упрощать, есть две группы языков. В первой группе отступ чисто визуально подчеркивает какую-то синтаксическую конструкцию, ну, чтобы вы не перепутали что-то вложенное, например. А есть вторая группа языков, где отступ является синтаксической конструкцией, обозначает вложенность, то есть вместо фигурных скобочек в первом случае появляется просто отступ. И чтобы сделать этот отступ, нужно ставить какой-нибудь символ, какой-то пробельный символ, либо буквально пробел, либо есть специальный символ tab. И в целом два символа одинаковые. Пробел, пробел, таб, таб, ну, то есть один символ, ничего такого. Но дело в том, как они рендерятся. Пробелы в типичном моноширинном шрифте рендерятся как один символ, а табы в зависимости от настроек. И причем по умолчанию, например, в браузере у таба ширина аж 8 символов. То есть вы ставите один таб, и у вас расстояние, на которое вы сделали отступ, равняется 8 пробелам. Это по умолчанию в браузере. Ну, в редакторах по-другому, конечно. Давайте посмотрим на примере VS кода, например. Смотрите, вот у меня открытый новенький редактор, пустой абсолютно. И внизу написано spaces 4. Это моя настройка по умолчанию. Если, например, напишу привет, сделаю таб, видите, у меня нарисовалось 4 пробела. Если я поменяю настройку табы и выберу 4, то таб теперь будет обозначаться символом таб. Раз, два, три. И смотрите, когда я выделяю мышкой, я выделяю 4 символа. Давайте сконвертируем это все в пробелы и попробуем выделить мышкой. Видите, у меня здесь очень много символов. Но если я делаю shift-таб, видите, или просто таб, у меня появляется по 4 символа. К счастью, вам не нужно писать 4 пробела, когда вы хотите поставить 1 таб длиной в 4 пробела. Вам достаточно нажать клавишу таб, и редактор подставит 4 пробела. Ну, спасибо ему за такую автоматизацию. К ней все привыкли, и вопросов никаких уже нет. А теперь давайте сделаем вот что. Я здесь напишу еще пару слов. Ну, например, как дела. И попробую сделать отступ. Так, вставила 4 пробела. Здорово. А теперь давайте возьмем табы и сделаем еще один отступ. Напишем еще какие-нибудь слова. А у тебя? Видите? Таб, таб-таб, таб-таб-таб-таб. Все здорово. А теперь давайте сохраним этот файл. Привет, txt. Отлично, сохранили. И, например, возьмем и поменяем ширину таба. Сходим сюда, еще раз нажмем и выберем 2. Оп, смотрите. То же самое, только более короткие отступы. Сходим сюда, еще раз. Вообще 1. То есть его практически не видно. Сходим еще раз и сделаем абсолютно конский таб в 8 пробелов. Круто, да? Обратите внимание, файл не меняется. То есть мы с вами меняем его отображение, а суть или содержимое файла абсолютно не меняется. То есть, получается, мы можем получить исходный файл с каким-то кодом и настроить отображение этого кода так, как нам удобно. Я знаю, многие из вас предпочитают 2 пробела, а некоторые 4. Редко кто предпочитает 8, но вдруг. Но 2 и 4 это все-таки разные вещи. Более плотный код, более широкий код. И если у вас исходник с табами, вы можете выбирать и не форматировать все это. А если, например, мы вернем таб сайз на 4 пробела и сконвертируем в пробелы. Сохраним. Хорошо. Вот, допустим, у нас исходник на 4 пробела. Если, например, сейчас мы попытаемся сконвертировать это в 2 пробела, ну, простым образом, не знаю, взять 4 и заменить на 2, то у нас поменялся исходник. Видите, файл не сохранен. Если я сохраню, то в систему контрольной версии приедет, что у меня файл переформатировался, а я всего лишь настроил его для себя. И вы можете сказать, ну, что значит для себя? У нас есть стиль кода команды, у нас есть общие договоренности, у нас есть инструменты автоматизации, которые помогают все это делать. Почему ты не рад? Нет, я рад. Более того, я очень давно перешел на пробелы. Но не потому, что я люблю принцип, по которому работает пробел, а потому что у меня нет выбора. Практически все личные проекты долгое время я писал, используя табы. А потом проекты начали появляться в опенсорсе, над ними начали работать другие люди, и я понял, что другим людям удобнее пробелы. Поначалу все принимали новый стиль кода для них, и, в общем-то, проект шел нормально с EditorConfig и со всем вот этим. Но я стал замечать, что больше и больше ошибок в таких проектах возникают именно из-за стиля кода. Люди не используют EditorConfig, не видят все эти линтеры, тестеры, и делают так, как им привычнее и удобнее. Потому что так лучше, нет, потому что им привычнее и удобнее. И я сдался. Я сконвертировал все свои проекты в 4 пробела. Да, оставил 4 пробела, а не 2, извините. Хоть какие-то предпочтения должны остаться. Если сейчас нахожу какой-то проект, в котором до сих пор используют этапы, скорее всего, я этот код давно не трогал. Но остался ли я доволен своим решением? Ну, не очень на самом деле. Но как и во многих других конфликтных ситуациях, как правильно называть страны, вы знаете эти споры, или как обращаться к людям, я всегда выбираю неконфликтный путь. По крайней мере, стараюсь. Есть мнение большинства, есть удобство большинства, а если у меня есть возможность не создавать конфликты, я с удовольствием ей воспользуюсь. Но это совершенно не мешает мне записывать подобные видео и напоминать всем, что у табов есть преимущества. Более того, у них есть очень классные преимущества не только при написании кода, но еще и при выводе его. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Обычная страница. Здесь у нас есть два параграфа, и между ними блок кода. Каждая из строк этого блока обернута в свой код, чтобы пронумеровать их. Что в стилях? Ну, базовый сетап шрифтов. И, наконец, начинается интересное. В упре описан что? Во-первых, фонд фэмили моноширинный. Во-вторых, у самого кода дисплей лист айтем для того, чтобы появилась нумерация. Здесь я увеличиваю счетчик, а для маркера, псевдоэлемента маркер, я вставляю тот самый счетчик с параметром decimal leading zero. То есть у меня будет не один, а 0,1, 0,2 и так далее. Это самое главное. Но еще кое-что здесь мы с вами могли уже заметить, но давайте я вам покажу. Если я сделаю экран поуже, видите, у меня код становится компактнее. Это почему? Это потому что я использовал здесь табы вместо пробелов и задал свойству tab size ширину 2 по умолчанию, а при ширине окна 640 пикселей у меня tab size становится 4. То есть я тем самым говорю, на мобильных устройствах у меня мало места, поэтому я хочу, чтобы код помещался. А на десктопе у меня куча места, и поэтому я хочу, чтобы код был явно с отступами, чтобы я мог подчеркнуть вложенность сложных конструкций. Вы наверняка знали про то, как работает таб и чем он отличается от пробелов. Вы наверняка знаете, как настроить ваш редактор, сконвертировать символы и так далее. Более того, наверняка даже знали про свойства tab size. Но есть кое-что, о чем мало кто задумывается, и я сам недавно об этом узнал. У некоторых разработчиков есть сложности со зрения, то есть у них не просто полная потеря зрения, у них есть сложности, и они видят хуже, чем типичный человек. И для таких разработчиков очень важно, чтобы вложенность была очень хорошо обозначена, чтобы было не просто два пробельчика, а целые 8, 16 или сколько нужно символов. И это действительно помогает людям различать синтаксические конструкции и писать код. И я слышал, что таким людям приходится конвертировать два пробела в 4, в 8, писать код и только потом конвертировать обратно и коммитить. Получается, не очень эффективно, правда? И на самом деле, если говорить с точки зрения интерфейса, код, который построен на табах, гораздо-гораздо удобнее для пользователя, то есть для разработчика, то есть для нас с вами. Но привычка, крутость или конфиги команды, которые складывались годами, ну, не позволяют нам это обычно делать. Есть еще одна вещь, на которую все жалуются, когда речь заходит о табах в коде. Дело в том, что в браузере, по умолчанию, длина таба в 8 символов. И рендерится это все не очень красиво. Например, на GitHub. Предположим, у нас есть репозиторий TabSpaces, и там лежит индекс HTML, в котором мы используем те самые табы. И они по умолчанию рендерятся не очень красиво. Видите, в 8 пробелов длина. Очень много. Что мы можем с этим сделать? Ну, думаю, вы уже догадались. Идем в корень, создаем файл и называем его .editor.config. Сначала обозначаем, что для всех файлов. И дальше indent style равно tab. Ну, то есть фиксируем уже принятое решение. Дальше indent size равно, ну и комфортный нам, например, 4. Ну, и коммитим его. Теперь возвращаемся в индекс HTML. И смотрите, у нас по-прежнему табы, но GitHub увидел, что у нас здесь есть editor.config, и послушал его. Похожим образом можно настроить и другие среды, и даже консольные редакторы, и другие места, где вы имеете дело с вашим кодом. Было бы желание. На мой взгляд, очень жаль, что мы как сообщество свернули не туда. Что какие-то сложности в редакторах, в сферах, в конфигах привело нас к тому, что нам удобнее и надежнее использовать пробелы. Но это не повод не понимать или просто забывать, что табы — это именно то, что делает интерфейс кода и редактирования, и просмотра по-настоящему удобным. И, может быть, когда-нибудь мы сможем к этому вернуться, или вы, как оунер проекта, мейнтейнер, сможете завести новые порядки, сделать так, чтобы всем было удобнее, и вам тоже было удобно по-своему. А пока живем как есть, и я надеюсь, что можно этот трюк будет использовать хотя бы в статьях или в документации, когда вы выводите код на маленьких экранах, и там таб в 4 пробела или в 8 пробелов слишком длинный. Его можно сокращать с помощью CSS. Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми вы видели мои патроны. Если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц позволит нам стать чуть-чуть ближе, вы получите доступ к закрытому чату, к видео на день раньше, и, может быть, даже открытки или наклейки от меня. В общем, читайте подробнее на странице Patreon. Если вам и так нормально, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. И давайте похолеварим в комментариях. Да, я сам напросился. Табы, пробелы, что лучше, какие есть проблемы, какая ширина максимально оптимальная, или почему нельзя использовать табы в каких-нибудь редакторах или средах. В общем, как обычно, обсуждаем и увидимся в следующем видео. Пока.